Здоровье женской груди. Какие симптомы указывают на мастопатию? Наибольший процент среди доброкачественных заболеваний молочных желез в детородном возрасте составляет мастопатия или фиброзная, кистозная болезнь, ЭВК. Это заболевание проявляется в виде уплотнений в груди. За несколько дней до менструации женщина испытывает боль в молочных железах. Заболевание также может сопровождаться выделениями из груди и появлением уплотнений в области подмышечных впадин. Эти симптомы обычно снижаются после менструации, однако полностью уплотнения не исчезают. Что ведет к мастопатии? Наиболее частыми причинами ЭВК являются искусственное прерывание беременности, травмы молочных желез, даже однократные. Наличие заболеваний молочных желез у близких родственников. Нарушение баланса горма, нального фона. Мастопатия часто сочетается с другими патологическими изменениями в органах репродуктивной системы, миомы матки, эндометриоз, кисты яичников. Существует мнение о том, что заболевание молочной железы связано с нарушением функции яичников. Как проводится диагностика ЭВК? Диагноз ЭВК устанавливается на основании комплексного обследования женщины. Прежде всего, визуальный осмотр в трех позициях, стоя, стоя с поднятыми руками и в положении лежа на спине. Чтобы уточнить диагноз, нередко врач проводит ультразвуковое исследование, проводит маммографию. Если у женщины есть подозрения на кистозное образование и диффузные изменения в молочной железе, то ей проводят биопсию молочных желез и цистологическое исследование. Может ли женщина сама выявить мастопатию? Самое главное для женщины не только вовремя обратиться к врачу, но и регулярно проходить профилактические осмотры с целью выявления ранних стадий рака молочной железы. Очень важным моментом является самоконтроль. Женщине, наследует самой тщательно проверять каждую молочную железу, прощупывать грудь по квадрантам. Для этого нужно визуально разделить грудь на четвертого части и, не торопясь, пальпировать каждую часть. Если вы обнаружили уплотнение молочных желез, вам необходимо срочно обратиться к врачу. Заболевание может очень быстро прогрессировать, а радикальное лечение возможно только на ранних стадиях процесса. Какие существуют способы лечения мастопатии? Любое лечение подбирается индивидуально для каждой пациентки. Оно может быть консервативным или хирургическим. При невыраженных проявлениях заболевания мастопатию лечат негормональными препаратами. При условии соблюдения определенного образа жизни, этот метод может привести к полному излечению. Если у пациентки есть нарушения в работе системы гипоталамус-гипофиз яичники, то ей уже необходимо гормональное лечение. Выраженная узловая мастопатия, как правило, требует хирургического вмешательства.